Хочу вас кое с кем познакомить. Питер Бутиджич, Мит Ромни, Шерил Сенбер, Сундар Пичай, Беньямин Нетаньяху, Оскар Хартман, а также более ста директоров из списка Fortune 500. Что общего у этих людей? Социальная лестница в небо, которой каждый из них воспользовался на своем карьерном пути? Как появилась эта лестница? Что с ней станет в эпоху цифровой трансформации общества? И что нужно сделать сейчас, чтобы ей воспользоваться? Узнаете в этом видео. Я Виктор Рогуленко, и я приветствую вас на канале ФЛЕС. В 1872 году 18-летний аристократ с блестящим образованием Фредерик Тейлор из-за проблем со здоровьем бросает юрфа Гарварда и устраивается работой токарем на завод по производству насосов в Филадельфии. На этом история могла бы и закончиться, если бы не наблюдательность и критическое мышление Тейлора. Он стал замечать, что другие рабочие используют станки и свои возможности далеко не на сто процентов. По мере роста по карьерной лестнице он начал рассчитывать производственные планы для подчиненных на основе анализа их продуктивности, а позже разработал научные подходы к отбору и обучению рабочих. По сути Тейлор первым в мире придумал направить аналитическое мышление на вопросы промышленного производства, и идея выстрелила. Новая система управления, названная им научный менеджмент, имела колоссальный успех. Именно она и заложила основу управленческого консалтинга, которому суждено было изменить бизнес и мировые элиты 20 и 21 веков. Но социальную лестницу в небо на одной лишь идее не построишь. До 1950-х годов в США было множество инженерно-консалтинговых компаний, самая крупная из которых, Бузалин, преодолела отметку в 2 миллиона долларов годовой выручки только после Второй мировой войны. В 60-е годы началась эпоха транснациональных конгломератов, в которых оптимизации операционной деятельности оказалось недостаточно. Впервые в истории требовалось еще и стратегическое управление. Стратегия сама по себе похожа на скачки на слонах, длиной в 5 лет, глазами специалиста по тараканьим бегам. Как выбрать слону для ставки неясно. Результат станет известен нескоро, да и кроме самого слона за 5 лет на исход окажет влияние бесчисленное множество факторов. Как в таких условиях консалтинговых компаниям продать слона корпорациям? А что если наши слоны будут самыми востребованными? Подумали тогда в еще небольшой консалтинговой компании McKinsey и стали размещать вакансии в Нью-Йорк Таймс с целью генерации заявок и отказа. Большинство из них. Ну тогда наши слоны будут самые умные и харизматичные. Решили в только что образованной в 63-м году Boston Consulting Group и разместили объявления в студенческой газете Гарвардской бизнес-школы о премии на работу лучших 5% студентов. Ну а мы будем самыми надежными. Решили в 73-м году в Bain и стали продвигать идею тесного многолетнего сотрудничества с топ-менеджментом компании-клиент. Поскольку способов оценить качество разрабатываемых стратегий напрямую не было, идея социального доказательства, так называемый social proof, своей экспертности у будущей большой тройки консультантов сработала на ура. Клиенты с радостью нанимали команды умных и харизматичных молодых людей на свои проекты, те нарабатывали экспертизу, становились опытными партнерами и брали в команду новых, умных, харизматичных молодых людей. И так по кругу. Так социальная лестница в небо начала расти. Что же представляет из себя большая тройка стратегических консультантов сейчас? 25 миллиардов долларов суммарной выручки, 60 тысяч сотрудников по всему миру, связи с топ-менеджментом большинства мировых корпораций и правительствами большинства стран. Отбор на работу, который проходит 1% кандидатов. И стартовая зарплата выпускника вуза порядка 150 тысяч рублей, а выпускника MBA порядка 500 тысяч рублей в месяц, без учета бонусов. Ну и наконец, уникальный, быстро накапливаемый аналитический опыт, который ценится как в бизнесе, так и в правительственных и некоммерческих структурах. Вот она, социальная лестница в небо. Неудивительно, что ей активно пользуются и будущие управленцы технологических компаний, и бизнесмены, и даже политики, и кандидаты в президенты. Так будет не всегда, если верить опыту похожей индустрии. Гуру бизнес-инновации Клейтон Кристенс, размышляя о будущем управленческого консалтинга, для сравнения приводит интересный пример рынок юридических услуг США. Где-то до середины 80-х годов юриспруденция считалась одной из самых престижных и перспективных сфер деятельности. Посмотрите на этих ребят, они юристы. Представьте, топовые клиенты, сложные кейсы, шикарные офисы, космические зарплаты, дорогие машины, костюмы, самолеты, лучшие выпускники лучших вузов страны. Что-то напоминает, не правда ли? Вернее, напоминало, но перестало. Дальше произошло раскулачивание индустрии невидимой рукой рынка. Благодаря Джеку Уэлчу и Бену Хайнемана из General Electric набирает силу внутрикорпоративные юристы, генеральные юрисконсулы. За 30 лет их доля выросла с нуля до 30% от 500-миллиардного рынка юридических услуг США. Появляется рейтинг крупнейших юридических фирм по финансовым показателям, так называемый МЛО-100. Корпоративные клиенты видят подробные данные о прибылях в расчете на одного партнера и понимают, что переплачивают. Далее на сцену выходит технологический стартап. Некоторые из них, подобно Яндекс.Маркет, систематизируют данные по разным юрфирмам и помогают выбрать лучшую по соотношению цена-качество. Другие сами предоставляют услуги недорогих квалифицированных юристов для рутинных задач, таких как обзор документов. А с давних пор конкуренцию юристам составляет еще и искусственный интеллект, уже оставивший без работы сотни тысяч белковых законоведов. Конечно, для топовых юрфирм все равно найдется работа. Однако количество этой работы значительно сократилось, как и количество желающих посвятить ей свою карьеру. Повторит ли управленческий консалтинг судьбу юриспруденции? Поговорим об угрозах на пяти этапах. Сбор данных, аналитика, привлечение экспертизы на работу на опыта, разработка рекомендаций и внедрение изменений. Управленческий консалтинг расцвел в мире, где данных было мало. Фредерик Тейлор, как и его коллеги век спустя, ходил с рабочими с разомером и делал хронометраж бизнес-процесса. Консультанты подсчитывали пеший трафик в магазинах, фиксировали время на мойку вагонов метро и вели каталог лучших практик и показателей по индустриям. В мире, где данных о бизнесе было немного, консультанты создавали данные, тем самым ценность для клиентов. Да и о собственных компаниях клиенты знали мало. Утверждается, что долгие годы продавать консалтинговые проекты помогал простой вопрос. Знаете ли вы общую выручку и прибыль от вашего крупнейшего контрагента по всем бизнес-подразделениям? Корпорации не знали. Но теперь мир другой. Данные повсюду. Компании, прошедшие цифровую трансформацию, превратились в гигантские информационные системы, собирающие систематизирующие данные о каждом бизнес-процессе. От продаж, цепочек поставок из складских запасов до продуктивности, эмоционального настроя и роста сотрудников. Отдельные исследовательские компании, такие как IMS Health в медицине, обогнали консультантов в качестве поставщиков данных о рынках и конкурентах. Google стал главным инструментом исследований управленческих консультантов. Очевидно, научиться гуглить могут не только консультанты. Вывод. За счет сбора уникальных данных большой тройки клиентов не привлечь. Может, есть какие-то возможности в аналитике данных? Данные качественно нового уровня требуют качественно новой аналитики. Классические управленческие консультанты — это худесники Excel, создающие финансовые и рыночные модели любой сложности. Я видел ребят, которые писали музыку в Excel. Я думаю, что нет ничего невозможного для консультантов с Excel. Кроме одного. Большие данные не лезут в Excel. Для их обработки требуется либо специальный софт, либо знания и навыки в Data Science. Последних у классических консультантов нет. А Data Scientist не горят желанием идти в консалтинг, предпочитая более спокойную работу за те же деньги в сильной команде, например, Сбербанка или X5. Либо создавая консалтинговые компании чисто по Data Science. Сбербанк, кстати, называет шутку «пылесосом рынка Data Science» за количество специалистов, которых он набирает каждый месяц. Из-за него и аналогичных ему крупных игроков, DS в консалтинге растет не так хорошо, как хотелось бы. Что касается специального аналитического софта, такого как Tableau, Click, Alteryx, Salesforce и так далее, то для его использования, конечно, требуются навыки и опыт, но управленческие консультанты не часто. Помню проект пять лет назад, в бытность с моим консультантом, на который McKinsey привлекли исключительно благодаря очень узкой и глубокой экспертизе в определенной нише старшего партнера McKinsey. Еще какие-то 20 лет назад подобные ситуации были сплошь и рядом. Теперь же их почти нет. Почему? Потому что все большее количество нишевых экспертов можно найти среди фрилансеров и с помощью таких сервисов, как GLG и AlphaSite. Платишь 1000 долларов за час по телефону, узнаешь у эксперта нужные вопросы и до свидания. Не дешево, но лучше, чем платить 100 тысяч долларов в неделю за команду консультантов. Тем более, что консультанты сами активно пользуются этими сервисами. Я лично за три года сделал более 200 таких звонков. BCG в свое время придумала такую штуку, матрицу роста. Вы про нее слышали, скорее всего. По вертикали откладываем темп роста рынка, по горизонтали доли на рынке, а потом в получившейся матрице отмечаем все бизнесы компании клиентов. То, что оказалось в левом верхнем углу, это звезды, их развиваем. Что оказалось в правом нижнем, собаки продаем. Эта техника принятия решений и разработки рекомендаций по праву называли фреймворком на миллион долларов. В эпоху конгломератов 60-х годов она помогла клиентам BCG заработать миллионы, а самой BCG завоевать авторитет корпорации США. Впоследствии компании Большой Тройки разработали множество подобных фреймворк. И клиенты ждали их от консультантов как чудо. А кандидатов в консалтинг, по моему опыту, до сих пор их ждут. Вот только фреймворки канули в лету. Они были хороши как уникальный и повторяемый системный подход к формированию рекомендаций для клиентов. Но больше не работают. Почему? Ну, во-первых, все тайное становится явным. И обо всех когда-то уникальных фреймворках написано множество книг. Из конкурентного преимущества консультантов они превратились в общественное достояние. Во-вторых, клиенты стали сложнее. Во многих уже работают армии бывших консультантов, которые не готовы платить только за красивые идеи. Ну и в-третьих, в последние 10 лет сократилась роль стратегии в целом. Сегодня компаниям гораздо важнее быть гибкими и уметь быстро меняться, эдакий лин-стартап, чем планировать на 5-10 лет вперед. Рекомендации от консультантов не утратили значимость, но изменили природу. Теперь красивые и разумные советы, основанные на здравом смысле, недостаточны для успеха у клиентов. Нужны нестандартные решения и их надежные внедрения. Вот во внедрении и есть как раз ключевые компетенции и конкурентные преимущества большой тройки управленческих консультантов. Вопреки расхожим шуткам, вероятно, от неудавшихся консультантов, о том, что McKinsey, BCG и Bain только и умеют, что рисовать слайды, стратегические консультанты уделяют огромное внимание внедрению рекомендаций вот уже много десятилетий. В последние годы они значительно усилили свои позиции в вопросах имплементации. О чем я расскажу дальше. Однако конкуренты стали появляться и здесь. От бутиковых data science консалтинговых компаний и фрилансеров до таких гигантов, как аудиторская четверка и даже IBM. А есть еще мощные игроки типа Partners in Performance, которые изначально делали акцент на операционном улучшении бизнеса клиентам. Получается, что даже в вопросах внедрения классическим консультантам придется потесниться. А, совсем забыл. Бренд. Силой бренда большой тройки пренебрегать нельзя. Очень много проектов продается тройкой именно за счет того, что это McKinsey, BCG или Bain, а не маленький малоизвестный бутик. Помню случай, когда топ-менеджеры российских госкомпаний прямо-таки упрашивали партнеров McKinsey использовать для презентации классический шаблон McKinsey, чтобы их начальники были довольны. Партнеры бутиковых консалтинговых компаний, в свою очередь, рассказывали мне истории, как они безуспешно пытались продать проекты некоторым клиентам и получали ответ. Либо мы пойдем к McKinsey, либо никому. Бренд это сильная штука и так быстро никуда не денется. Но как долго он сможет продержаться, если тройка начнет проигрывать конкурентам на разных этапах по качеству услуг и по компетенциям? Откуда еще ждать угрозы управленческому консалтингу? Какие еще конкуренты заставят его измениться? Расскажите в комментариях. Ну все, управленческому консалтингу конец, скажете вы. Как бы не так. Внимательный зритель вспомнит, что я рассказывал в начале видео. В управленческий консалтинг идут работать крайне незаурядные люди. Все, что мы только что обсудили, им было известно уже полтора десятка лет. И они подготовились к изменениям среды. Как? Сейчас расскажу. Еще в далеком 2007 году McKinsey запустила McKinsey Solutions. Набор технологических решений, призванный поддерживать клиентов за пределами традиционных консалтинговых проектов. Это по сути смесь софта, собственных баз данных и экспертной поддержки. Спустя 13 лет в McKinsey Solutions работает более 85 разных технологических решений. От знаменитого Energy Insights для нефтянки до инструментов ценообразования Pricing Solutions и банковской финальной. Эти направления растут в разы быстрее традиционного консалтинга. А более новая и более мощная вещь управленческого консалтинга — это Digital. Еще пять лет назад, когда я работал в McKinsey, о ней и речи почти не было. Сейчас McKinsey Digital участвует более чем в 40% проекта фирмы. Участники — это не традиционные консультанты, а дейта-сайентисты, инженеры, архитекторы, разработчики, тимлиды, эджайл-коучи, дизайнеры. Всего более пяти тысяч человек. При том, что всего в компании работает порядка 30 тысяч человек. А чем занимается McKinsey Digital? Всем, что связано с цифровыми трансформациями. А именно, разработка и внедрение решений с использованием машинного обучения больших данных, дизайн и создание цифровых продуктов и клиентских путей. Модернизация существующих технологий и бизнес-процессов и внедрение новых технологий. Создание цифровой культуры в компании-клиенте. От разработки программного обеспечения до принципов принятия управленческих решений. McKinsey Digital растет с огромной скоростью. Кажется, что большинство рекрутинговых мероприятий, по крайней мере в московском офисе, направлены на расширение команды Digital. Точно такие же подразделения есть у остальной тройки. Это BCG Digital и Bain Vector. С главой BCG Gamma в России, а это их Data Science подразделение, Леонидом Жуковым, я снял интервью полгода назад. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Кроме того, в ближайшее время сниму подробное видео о BCG Digital в России с примерами проектов разных направлений. Подразделение Bain Vector, к сожалению, в России не так представлено. Однако, учитывая сильную сторону Bain именно в трансформациях бизнеса, полагаю, что Bain Vector в Европе и США обладают мощным компетенцией. Возвращаясь к вопросу трансформации. Управленческие консультанты прекрасно понимают, что здесь их конкурентное преимущество, и в последние годы стали активно его развивать. Когда я еще работал в McKinsey, там стала появляться отдельная практика по внедрению рекомендаций и трансформации бизнеса клиентов, так называемый McKinsey Implementation. Сейчас эта практика активно растет и туда постоянно набирает людей с операционным опытом. Кстати, отбор там проще. В BCG и Bain внедрение рекомендаций развивается не менее активно, но в рамках операционных практик. Отдельных подразделений с красивыми названиями там нет. Знаете, еще интересны примеры нововведений в консалтинге? Или хотели бы узнать подробнее о перечисленных? Гоу в комментарии с вопросами и историей. Мы посмотрели, как меняется бизнес-среда управленческого консалтинга и как он меняется сам. А теперь давайте подумаем, как консалтинг может выглядеть через 10 лет. Прогноз будущего это такая штука, которая несет больше информации о прогнозирующем, чем о прогнозируемом. Поэтому любые предсказания можно делать лишь с огромной погрешностью. Имея это в виду, отметим направление движения управленческого консалтинга. Классическая схема EM+, менеджер плюс два аналитика в команде перестает работать. Команды все больше состоят из аналитиков данных, дизайнеров, архитекторов, разработчиков, менеджеров продуктов и самих консультантов. Какую бы роль вы не выполняли, вы должны понимать задачи и особенности работы других специалистов в команде, находить с ними общий язык и совместно работать. Эпоха дженералистов подходит к концу. Разбираться везде и по чуть-чуть уже недостаточно, чтобы приносить пользу с каждым более все более продвинутым клиентом. Мой друг, менеджер в лондонском офисе McKinsey, вот уже 7 лет 100% сконцентрирован на фармацевтическом рынке. И даже он жалуется, что периодически ему не хватает глубины экспертизы в работе с клиентом. В будущем тенденция углубления требуемой экспертизы только увеличится. И это отличная новость для людей с опытом. Раньше тройка на позиции консультантов гораздо более охотно брала недавних выпускников вузов, чем опытных профессионалов. Однако по мере роста значимости экспертности опыт получит достойное внимание при отборе. Сегодня ключевой драйвер стратегического консалтинга это цифровые трансформации. Консультанты помогают крупным корпорациям встать на технологические рельсы, использовать большие данные и переделать бизнес процессы. Но это ненадолго, скажете вы. Все корпорации цифруются и конец. Как бы не так. Во-первых, цифровые трансформации займут еще много лет. Во-вторых, после их завершения корпорациям потребуется разрабатывать цифровые продукты и услуги. Цифра в консалтинге навсегда. Возможный, хотя и не гарантированный, путь развития тройки это внешний эксперт по созданию цифровых бизнесов. Этакий Яндекс, но на аутсорсе. Хотите вы этого или нет, но в будущем в консалтинге вам придется все время иметь дело с миром диджитал. Выпускники Большой Тройки, как евангелисты, развредаются по миру и несут навыки стратегического консалтинга в другие компании. Результат? Рост конкуренции среди консалтинговых компаний. Большая четверка аудиторов в последние 10 лет активно наращивает позиции в стратегическом консалтинге и, по всей видимости, продолжит это делать. Далее. Во многом за счет выходцев из Большой Тройки крупные корпорации, такие как IBM, DHL, Сбербанк, развивают собственные консалтинговые подразделения. Ну и потом мелкие технологические бутики появляются повсеместно. Этакая цифровая трансформация со скидкой. Многие компании наняли в стратегические департаменты армии выходцев из Большой Тройки. Их потребности во внешних консультантах, даже если не отпадут, то станут более сложными и специфичными. Продавать стратегический консалтинг в будущем станет сложнее. Отсюда другая тенденция. Оплата по результату. Если уж клиенту и платить кому-то в зоопарке исполнителей, то уж точно загарантированный результат. Интересно, что Большая Тройка сама стремится работать по схеме fees at risk, ибо fees в таком случае могут быть в разы выше стандартных. Хотя бывали и случаи, когда крупная корпорация вообще отказывалась платить по результатам подобного проекта, поскольку договор не был заключен заранее. Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги. Можно. Но деньги вперед! В будущем принципы работы fees at risk устаканятся и станут нормой управленческого консалтинга. Напишите в комментариях, что думаете об этих трендах и какие еще тренды, на ваш взгляд, будут влиять на индустрию. Ну что ж, если эти тренды вас не пугают и вы хотите попасть в управленческий консалтинг в будущем, дам вам пару советов на развитии каких навыков и черт стоит сфокусироваться. Безусловно, без сильных аналитических и коммуникационных навыков, как и прежде, в консалтинг не попасть. В будущем они будут необходимыми, но недостаточными условиями успеха в консалтинге. А что еще потребуется? Базовые знания в разработке, дизайне и создании цифровых сервисов. Если не знакомы с принципами дизайн-мышления, не отличаете фронт-энд от бэк-энда и не представляете, как сервисы выводятся в продакшн, самое время заняться самообразованием. Индустриальная экспертиза. Несколько лет опыта работы в индустрии перед переходом в консалтинг представляется теперь отличной идеей. Знания по Data Science и современным способам работы с данными. В Excel клиентские данные не лезут, а каждый раз бегать за советом к Data Scientist — так себе идея. Есть смысл освоить азы питоны, SQL и базовые алгоритмы машинного обучения самостоятельно. Ну а вообще, если хотите большую тройку, не идите в Generalist. Идите в Data Scientist. Хороших спецов из их числа — постоянный недобор, благодаря таким пылесосам, как Сбербан и X5. И, по всей видимости, этот недобор сохранится еще несколько лет. Продвинутые навыки общения. Раньше консультанты разрабатывали стратегии, сидя из себя в офисе и приезжая на встречи с клиентом. Так называемые стирки — steering committees — раз в неделю или даже раз в две недели. Так больше не работает. Клиентам нужно внедрять изменения. Для этого консультанты должны все время находиться бок о бок с сотрудниками клиентов, коучить их и помогать настраивать бизнес-процессы или применять новые подходы к разработке цифровых сервисов. Интровердам теперь в консалтинг лучше не соваться. Скромность еще никому не мешала, а у консультантов исторически с ней были проблемы. Теперь же, когда конкуренция среди консультантов возросла, а успех проекта зависит от множества людей разных профессий, смотреть на людей сверху вниз не получится. Возможно, сие обстоятельства несколько поубавят популярность стратегического консалтинга у кандидатов, но по-настоящему подходящие люди свой путь в консалтинг найдут. Какие еще навыки, на ваш взгляд, понадобятся управленческим консалтам? Жду комментариев. Вот такая вот социальная лестница в небо. Уверен, что ей воспользуется еще не один звездный управленец и политик. Хотите попасть в их число? Добавляйтесь в нашу рассылку. Подробнее о ней узнаете в описании. Ну и поделитесь впечатлениями о видео в комментариях. А если еще и расскажете о видео близким друзьям, моей радости не будет предела. До скорого!